В историко-культурном центре, где собрались ветераны видновского футбола, все располагает для интересной беседы. Краевед Владимир Меньшов, инициатор встречи, подготовился заранее. Нашел исторические фотографии и подписку газеты «Московский коксохимик тех лет», развеяв некогда имевшиеся сведения, что стадион был открыт в 1972 году. А вот в газетах мы нашли подтверждение, что действительно стадион открыт был в 1969 году, и после этого футболисты нашего завода стали иметь свое поле. Место для строительства стадиона было выбрано не случайно. Рядом с Березовой Рощей в те годы сосредоточилась культурно-спортивная жизнь города. Соревнования по баскетболу, все там было, и танцы там были, духовой оркестр играл. Там играл постоянно. Буфет был постоянно. Березовая Роща была вот зоной отдыха. Сегодняшним участником встречи в том далеком 69-м было кому-то 13, как Анатолию Субботину, а кто-то, как Владимир Кузнецов, уже и армию отслужил. После Нового года, в 69-м году, начались тренировки. За домом культуры поле было небольшое. Константин Григорьевич Котельников, он тогда как бы играл, давно уже играл за видновскую команду, за «Металлург». Он начал нас тренировать. На другом, импровизированном поле в Березовой Роще тоже занимались футболом. Здесь тренировалась команда «Труд». Именно она после была переименована в «Металлург». И в день открытия стадиона, который приурочили к дню «Металлурга», футболисты сыграли с командой ветеранов. Владимиру Хабузову тогда было всего 19. Я был как-то самый молодой, я вышел все играть на 15 минут в трон-тайме. Это было так престижно было, потому что такие играли, там звезды были, футбол на нашем местном значении. Ну а даже играли некоторые в команде мастеров, класса «Б» – это Котельников, там Косоруков, Старосин Викторович. То есть ребята, которые, можно было с них брать пример. А футбольное поле было какое. Руководство стадиона и завода просили спортсменов билечь его. К слову, с травяным покрытием тоже связана интересная история. Появилось оно благодаря Павлу Федоровичу Гаевскому. Он был в служебной командировке во Франции. И вот на свои командировочные он купил 8 килограммов семян для того, чтобы этот травм поселить. Анатолий Суботин рассказывает, как в ту пору мальчишкой просился летом поработать на стадионе. За травяным покрытием был такой уход, что не всем доверяли. Поле было не хуже, чем в Лужниках. Были импортные машины, которые для Казьбы. Нас не допускали, мальчиков, до этого. А вот вытаскивать одуванчики специальными этими – это мы делали. Вот наша работа была. Вспоминают футболисты то время, как благодатное для развития спорта в Видном. Была возможность расти, получать спортивные разряды. Много играли на выезде, даже за рубежом. И в Видное приезжали футболисты разного уровня. Ветераны хорошо помнят и ребят, с которыми играли, и тренеров. Сегодня стадион тоже живет полноценной жизнью. А время, когда наши герои только начинали играть в футбол, уже стало историей Видновского края. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Уже империально.